Друзья, привет! С вами Светлана. Знаете, бывает такое, что загадаешь что-то, а получается ровно наоборот. Вот, наверное, у меня 2019 год, который я никаких планов не строила, думала, что как можно больше работать над начатыми работами, уменьшить их количество. Но у меня получилось ровно наоборот. Вы знаете, я абсолютно по этому поводу не рефлексирую, но что есть, то есть. Получаю удовольствие от того, что у меня сейчас есть на сегодняшний момент. Я поняла, что давно не показывала видео со всеми своими процессами. Я знаю, такие видео любят. Я сама люблю смотреть то, что начато у других, что в процессе, что отложено. Ну, в общем, сумма всего-всего, что накопилось. У меня такой багаж получился немаленький. И я, знаете, даже сейчас к видео готовилась и решила показать вам по годам даже, что у меня было начато, в каком году. Ну, в общем, самые ранние мои процессы – это 2017 год, 2018 год, ну и, соответственно, 2019 год. Вот на такие условные три части я разделила свои процессы и буду вам показывать именно таким образом. Ну что, давайте смотреть. И так неплохо вести все-таки рукодельный дневник или какие-то записи, по крайней мере, когда что-то начинаешь. Уж тогда в своих долгостроях можешь разобраться и, по крайней мере, помнить, в каком году ты их начинала. И вот, судя по моим записям, самый-самый мой древний долгострой, пусть будет долгострой, я не очень люблю это слово, но что есть, то есть. Это вот такие симпатичные клубнички, сочные и сладкие ягоды. Это схема из журнала. Вот у меня есть обложка. Я вышивала ее буквально, ну, наверное, дня два, может быть, ну, может быть, три дня. По ключу, нитками ДМС, черная у меня основа здесь, но проблема не в черной основе все-таки, я считаю, а, наверное, проблема в том, что у меня эта схема не распечатана. Да, я динозавры, вышиваю с распечатанных схем, мне так удобнее, мне так комфортнее. А эти клубнички я начинала вышивать с монитора и в каком-то, знаете, вот в таком диком рвении мне хотелось вот их вот прям взять и начать. Я так сделала, несмотря на то, что у меня было начато уже куча всего, и поэтому вот, наверное, начала, оскомину сбила, повышивала, и они у меня ушли в долгий ящик. Хотя по-прежнему мне очень нравится эта схема, вообще мне все серии нравятся, там и груши, есть и яблоки, но вот больше всего именно клубника. На черной конве это смотрится эффектно. Проблем у меня с черной конвой нет, вот вы сейчас видите, по какому принципу я вышиваю. Если на колени класть что-то светлое, белое или что-то светящееся, то все дырочки видны и вышивать несложно. Я также и вышиваю обычно, просто надеваю либо там белые брюки, белую юбку, или кладу себе на колени что-то вот светлое. Ну, в общем, да, клубнички классные, но по-прежнему у меня не доходят до них руки. Ну, сами знаете почему, потому что еще всего куча начато, и, так сказать, не до этого. Следующий мой проект, тоже показываю я его уже неоднократно вот в таких сборных видео, но поскольку у меня такого видео уже не было давно, может быть, кто-то не видел, кто-то подзабыл. Это схема авторская Алиса Акниас, собственно, вот она во всей красе по рисунку Ирэн Хоррорс, моей любимой. Вот такие вот сказочные темы, необычно обыгранная Алиса, просто Алиса. У меня вышла уже и Алиса, и два шляпника, но вот эта Алиса у меня почему-то не пошла. Тоже она у меня вышивается с экрана монитора, ну, вот как-то так, да, вот тоже ее начала, и вышел это не так уж и мало, но впереди еще тоже много работы, и самое главное это бэкстич, который потом преобразит такое сейчас невнятное, непонятное лицо. Вышивается она у меня на линде, это крупный каунт, в общем-то вполне себе комфортный, 27 каунт, даже чуть покрупнее, чем Аида 14, цвет 264, нитки ДМС по ключу. Но тоже процесс, даже не в режиме ожидания, он просто у меня отложен, но по-прежнему мне он очень нравится, и ничего я не собираюсь менять, я ее не собираюсь не выкидывать, когда-нибудь я ее таки завершу. Следующий мой проект, начатый тоже в 2017 году, мои бедные многостраданные олени, которые я продвигала в этом году честно, я вышла очень много. Вот этот снег, он очень такой муторный, не очень легко вышивается, но тем не менее я с ним боролась честно и долго. Да, вот кстати сама картинка, это тоже схема Алисы Акняз, ну вот в таком виде. В общем-то самое нудное и сложное я вышила, это вот этот снег, осталось у меня два оленя, и вот это вот фон елочный и небо, это полностью полукрест, поэтому, в общем, осталась-то не самая сложная часть работы, и даже бэк я здесь делала, вот эти вот травинки, они такие тоже нудненькие. Это олени я также вышиваю с монитора, с программы ПМ, подсвечиваю цвет, но я больше люблю все-таки вышивать без дополнительных технических средств. Здесь у меня за основу взята Аида фирмы Цвайгард, цвет олова, я не помню номер, но вот он такой вот, как для Димов обычно, в наборы вкладывают, 16-я, да, в Грей, максимально к ней приближен. Когда-то я покупала эту Аиду для того, чтобы вышить подбором причал Деда Мороза от Dimensions, такой немаленький тоже кусочек, но, в общем, до причала она у меня не дождалась, а дождалась до этих олени. Если я и буду вышивать, да, этот причал Деда Мороза подбором, куплю просто себе еще один такой же кусок. В чем проблема, да, вот вышел я этот снег, наверное, я очень от него устала, но появился также еще и новый дизайн, новая любовь, которая вспыхнула у меня ярким пламенем. Факел зажегся в одном месте, как говорят. Ну, в общем, новинка от Dimensions, Winter Cabin, зимняя хижина или зимние олени. И я очень быстро приобрела этот набор и вышила его практически вот, ну, сразу как купила, так и вышила, потому что он шел у меня на таком удовольствии. Другие олени вытеснили этих, получается, что так. По-прежнему они мне очень нравятся, и я знаю, среди моих зрителей есть те, кто ждет этих оленей в готовом виде, им интересно и посмотреть, что же будет дальше, да и мне самой тоже интересно. Но посмотрим, я их тоже бросать не собираюсь. В общем, все мои вот процессы, которые я показываю, они у меня по-прежнему для меня актуальны, любимы, ну и все такое прочее. Это значит, уже у меня три проекта, да. Четвертый проект, начатый в 2017 году, это моя прекрасная дама в ее саду. Вот вам обложка набора, это Dimensions Gold Collection, большой набор. У меня это набор американской сборки, очень приятная, я люблю американскую аиду, она помягче, вот даже, ну, я думаю, вы слышите даже вот ощущение от этой аиды. Не то, что от того, что кладут в китайских сборках, ну, неважно, результат самый главный, там и там прекрасный, это главное. Начала ее тоже вот на таком каком-то вот вдохновении, шла-шла-шла, и потом, опять же, не то, что мне надоел процесс, мне просто появилось что-то еще, появилась какая-то новая срочная любовь, и, соответственно, девушка у меня ушла, ушла, получается, в долгострой. Да, здесь мелкая 18-я аида, цвет айвори, очень красивые оттенки ниток, ну, я даже ее с пялец не снимаю, иногда, вот в этом году я ее немножко совсем вот поковырялась, так сказать, в ее волосах, вот вышла прическу, и все. Остальное здесь в основном полукрест, не везде есть, здесь и крестики встречаются вот в самих цветах, лепестках и так далее. Ну, здесь много полукреста, я люблю димовский полукрест, вот видите, здесь, по-моему, даже в 4 или в 5 нити идет, ну, такая толстая ниточка. В общем, по-прежнему тоже он мне и нравится, и все такое прочее. Прекрасный проект, но из-за того, что у меня их много, они у меня не продвигаются, в этом-то вся и беда. Наверное, у нас многостаночниц, те, кто вышивает много проектов, то, что очень много лежит вот в таком режиме ожидания, продолжает нам нравиться, мы продолжаем этим восхищаться, но что есть, то есть. И, наконец, последний дизайн, который я начала вышивать в 2017 году, это вот, как сейчас помню, было в декабре, считаю, почти 2 года назад, даже уже больше. Это по схеме Джона Клейтона, Херитаж, рождественская гостиница, вот такой вот красивый дизайн с повозкой. Вообще, повозки – это моя слабость, я очень люблю картины, где они присутствуют. Ну, и, конечно, Джон Клейтон, Херитаж, я тоже очень люблю вышивать, вот прямо-то иногда приспичивает, хочется именно повышивать что-то из разработок этой фирмы. У меня вышли три круга по Джону Клейтону, но вот квадратных дизайнов еще не вышли ни одного, только вот этот у меня в процессе. Вышиваю я его оригинальными нитками ДМС по ключу на линде 27-го каунта молочного цвета. Сказать, что это сложный дизайн – нет, это не сложный дизайн, просто немножко вот здесь было муторно из-за очень похожих оттенков, их здесь немного, совсем немного. Есть бленды, блендов, кстати, немало, штук 8, по-моему, если не больше, но вот я сейчас далеко у меня записи, но не суть важна. Важно то, что, друзья, я сейчас, в данный момент, уже три дня вышиваю эту работу. У меня за это время появился вот этот фон вокруг фонаря, и я вот заполнила отсутствующие крестики в домике. В общем, что-то мне захотелось вышивать эту работу, я предполагаю, что захотелось мне повышивать Джона Клейтона. Думаю, начинать новый круг – это будет еще дополнительный процесс. Зачем мне плодить их, хотя можно было бы, но думаю, ладно, у меня же есть уже то, что начато, и я могу это повышивать. И плюс ко всему у меня была травма небольшая, большого пальца правой руки, в общем, я его порезала как раз сверху, и вот у меня он участвует в проталкивании иголки. И вот вышивать проще, когда такое вот место болючее на чем-то мягком, вот, например, на линде. В общем, все сошлось, и я сейчас с удовольствием вышиваю этот дизайн, хотя не планировала его абсолютно вышивать в декабре, я говорила об этом в своих планах. Но так получается, и раз у меня появилось вдохновение на него, его нужно ловить, его нужно ловить сразу. Не знаю, долго ли я его еще повышиваю, потому что у меня есть еще кое-какая задумка на декабрь. В общем, тоже новогодняя, но не новогодняя, рождественская, да, работа, ее можно будет повышивать и в январе. Посмотрим, как у меня продвинутся дела. Таким образом, я вам сейчас показала пять дизайнов, которые были начаты еще в 2017 году, два года назад. Ну, а сейчас давайте перейдем к 2018 году. А тогда я начала вот такой набор. Он тогда был, ну, достаточно такой новинкой. По-моему, в конце 17-го он появился на формуле рукоделия. Это фирма Алиса, белые маки. Он меня влюбил своей акварельностью, но это, конечно, по картине Игоря Левашова. У меня уже вышиты по его картинам сколько-четыре разработки от фирмы Алисы. Это тюльпаны, розовые мечты, там розы красивые, белые ирисы, их я вышивала уже здесь на канале, и подсолнухи. Подсолнухи были вышиты еще до того, как я открыла свой канал. И вот появилась эта новинка, тогда она была новинкой. Я тоже загорелась, сразу ее заказала. Но так вышло, что место, где я заказывала, там что-то долго не привозили, в общем, какие-то были накладки, то-се, и мой запал потихоньку сошел. И когда я уже получила этот набор, мне уже не так сильно его зудело вышивать, потому что опять что-то появилось новое. Но, тем не менее, я его начала, и начала достаточно вот так вдохновенно. Тоже это весна, по-моему, была, что-то такое теплое. Хотелось вышивать цветы. Вот, и начала, но почему-то перестала его вышивать. Вот сколько вышло, совсем немного, да, так вот, с ладошку, наверное. Но здесь 14-я Аида белого цвета, каунт крупный. Аида фирмы Гамма, нитки тоже Гамма. У меня нет претензий к этим ниткам, я хорошо к ним отношусь. Мне нравятся и дизайны, которые, вот, если под них разработаны, как получается. Единственное, что, конечно, Аида немножко жестковатая, такая вот у нее какой-то вот пропитка эта чувствуется. Я не поклонница такого. Но вышивать тоже могу, и как бы, ну, не проблема, могу. Красивые тут и переходы, и бленды. Ну, может быть, вот немножко скучноватые вот эти вот оттенки. Лично для меня. Конечно, когда к центру вот эти серединки цветов доходило вышивать, это было очень здорово. Ну, и фон здесь радует. Цвета фона, конечно, вдохновляют. Они не скучные, не какие-то там коричнево-желтые, непонятно какие. А здесь, наверное, именно в цветовом решении фон интереснее самих цветов. И как бы оттеняет их нежность и такую вот невинность, что ли. Ну, в общем, здоровский, красивый набор. И тоже потом у меня случилась поездка. В общем, я как-то брала и в поездку этот дизайн. Немножко там его повышевала, может быть, крестиков 200 в поезде. Но не пошло, было некогда и так далее. Поэтому этот дизайн у меня тоже ушел в долгострой, получается, да. Хотя неплохо было бы его и вышить. В общем, как и любой другой дизайн, который лежит и ждет, когда его будут вышивать. Следующая моя начатая и незаконченная работа, это, опять же, Алиса Княз. И ее другая уже Алиса с синей гусеницей, тоже по рисунку Ирен Хоррорс. Вот такой дизайн, он несложный. Здесь вышивать, в общем-то, крестиком только Алису и гусеницу. Сами грибочки вышиваются полукрестом. Основу я взяла тоже классную, мне она очень нравится. Это Белфаст, такой серый оттенок винтажный с такими разводами. Они как бы имитируют, да, дым, который появится у гусеницы, когда я ее вышью. Ну и здесь вот немножко дробного бэка на самом личке Алисы. Мне она, кстати, очень нравится, как получилось. Ну, естественно, это дизайн на любителя. Я как раз являюсь таким любителем. Ну, вот тоже начала, начала и что-то вот так вот отложила, перескочила на что-то еще. Да, были, конечно, другие финиши. Тоже хочется мне ее продолжить. Ну и еще, да, в 2018 году у меня было много вышло работ на тему Хэллоуин. И также было много начато работ. Еще одна вот такая работа. Это дизайн Лила Студио. Вы название видите. Хэллоуин Квакер. Хэллоуиновский Квакер. Очень классная работа. Я вам ее покажу вот в том виде, в котором она у меня есть. Немножко я ее вот летом и по осени повышивала. Продвинула вот домики. Надпись вышила. Тут вот вороны. Ну, не показываю я, не освобождаю от пялец. В рабочем таком виде. И вот вышила верхний элемент. Саму ведьму. Очень интересно он вышивается. Вышивается он нитками Classic Color Vox. По ключу. И плюс один цвет черный. Это ДМС. Вот, собственно, сама ведьма у меня сейчас шьется именно этим цветом. Поэтому я здесь ее вышиваю не крестик за крестиком, а как обычно. Основа у меня 40-го каунта Лен Нью Кассел. От Picture This Plus окрашенный цвет темный, меркий. Ну, такой цвет был рекомендован по ключу. Нитки у меня тоже по ключу. И, конечно, вышивать нитками Classic Color Vox намного интереснее, чем просто ДМС. Потому что здесь вышиваешь крестик за крестиком и видишь переходы. Вот один и тот же цвет. Да, одна и та же нитка. Как она, интересно, играет уже в вышивке. Ну, и поскольку Лен мелкий, вышиваю я в одну ниточку. Тоже это интересно и достаточно приятно. Приятный, кстати, процесс. Вот надо мне его закончить обязательно. Еще один проект 2018 года. Это всем известные тыковки. Одну сторону я вышила достаточно быстро на пластике. А вторая сторона у меня почему-то перестала вышиваться. В общем, вообще заметила для себя, что чем мельче у меня вышивка, тем почему-то она у меня дольше вышивается. Как-то так. Ну, это не только у меня. Я знаю, вот и другие девочки о том же говорят. Кажется, ай, что тут вышивать? Раз-раз и готово. А, нет. Приходится... Как-то эта работа почему-то уходит на задний план, в долгострой и все такое прочее. Ну, мне очень нравится вот эта тыква и вторая тыква тоже будет веселенькая, такая интересная. Ну, все их видели. Я даже поэтому и превьюшку не стала брать, не стала показывать. И снова пятый, пятый мой начатый проект. Это вот такая кошечка с шовчиками. Это проект был, начат был он у меня в совместнике у Ольги Хохлы. У нее блог и ВКонтакте есть группа, по-моему. В общем, она давно уже занимается созданием шовчиковых дизайнов очень интересных. Когда еще не было никаких шовчиковых авторов, именно вот она была таким эталоном. Ну, лично для меня и остается. У нее самые интересные в этом плане разработки. Вот тоже вышила половину, даже чуть больше. Вот мне еще вышить вот эту сторону нужно. И получится основа либо для батончика, либо для какой-нибудь подушки-игольницы. Но что-то я вот так вот наелась этих шовчиков. Уже они мне стали неинтересны. Основа здесь, да, интересная. Это собственноручно крашеная Линда. Я ее красила краской джинса фиолетового цвета. Ну, вот такая классная основа для хэллоуиновских каких-нибудь сказочных сюжетов. Здорово. Тоже казалось бы, ну возьмись ты вот эти два проекта до шеи, у тебя уже будет минус два долгостроя. Ну, вот жду я вдохновения, пока оно меня не посещает. И это были еще пять работ 2018 года. И теперь я покажу, что же я успела поначинать в этом уже заканчивающемся году. А в 2019 году я начинала очень много всего, но я и много заканчивала. Я тоже так вот уже посмотрела, потихонечку подвожу итоги того, что я вышла, что не вышла, что начала в этом году. И поняла, что у меня практически очень много готовых вышивок тех, которые я вот начала в 2019 и в этом же году и закончила. Того, что я закрываю, закрывала за прошлые годы, да, начатого, не так уж и много, но тоже имеется. Итак, дизайн от Овна, который меня влюбил вот тоже с первого взгляда по причине вот этой повозки, такого настроения, казалось бы, среди серой скучной зимы. И вот такая теплая картинка, теплая пятнышко. Это люди, едущие куда-то по делам или на праздник в такой уютной повозке. В общем, прекрасная картинка. Я и даже сделала заказ у Овна, купила еще там кучу разных наборов. Но и начала я его тоже, знаете, как вот спонтанно, история такая. Я вышивала свой викторианский домик. И был момент, когда я отдавала схему подруге, чтобы она ее себе отксерокопировала. И у меня вот где-то на день я оставалась без схемы, и мне ничего не хотелось вышивать из старенького. Я взяла, начала вот этот вот набор. И вот как я его начала, повышевала один вечер, больше я к нему не притрагивалась. Ну, попыталась притронуться этой осенью, но он у меня почему-то не пошел. То ли вот скучные цвета. Может быть, играет роль и качество канвы. Она здесь, ну, я не знаю, это, наверное, без текс. Или без текс, как ее называют. На наборе не написано, но это точно не цвайгард. Потому что, когда у них цвайгард, они ее пишут. В общем, в чем соль? Соль в том, что она достаточно такая вот, какая-то вот грубая для меня. Ну, очень такая жесткая. И плюс кировские нитки, которые тоненькие. Которыми вот вышиваешь, они такие вот сухие, что ли, вот какие-то тонкие. Перетираются через эту грубую канву. В общем, особого удовольствия от процесса я не испытываю. Но, конечно, я его буду завершать. И я надеюсь, что вышивальная муза меня все-таки посетит. И я вышью этот дизайн. Потому что сама картинка мне очень нравится. Но вот качество нитей, они, в общем-то, неплохие. Мне кажется, если вышивать ими на какой-то мягкой ткани, типа Линды, Мурана, да даже, может быть, и на Аиде от фирмы Цвайгард, тоже будет и неплохо. Но когда сочетание вот этих тонких, хрупких нитей с такой жесткой для них Аидой, это просто убийство. Ну, как по мне. Ну, не очень я довольна этим качеством. Может быть, надо было взять другую канву. Хотя вот не хочется покупать наборы, что-то там менять, под себя что-то переделывать. Хочется взять и просто вышивать, да, как и большинство из нас. И, наверное, это и стало причиной. Ну, и главной причиной все-таки стало то, что у меня был процесс другой в это время начат. И вдохновение шло на него, именно на тот викторианский домик. Ну, в общем, да. Поэтому эта работа у меня пока отложена. И даже не знаю, когда я к ней приступлю. Следующий дизайн. Это Dimensions, всем известный маячок. Вот вы видите обложку набора. Cliffside маяк с таким покосившимся забором. В общем-то, этот шикарный забор мне и очень нравится. Он проработан великолепно. Есть куча отшивов в интернете. Тоже был начат спонтанно на желание. Но вышивается в удовольствие. И хотела я его, планировала закончить в декабре. Если бы не одно но. Но это но я покажу вам. Это, конечно, другой процесс. Его я вам покажу чуть позже. Чем запомнился мне этот маяк? Тем, что я здесь стала неправильно вышивать белый цвет. Он в три нити идет. А так как здесь мини-голд 18-ая аида. И я почему-то подумала, что он вышивается полукрестом. Благодаря моим зрителям, которые вышивали, вышили этот дизайн и заметили этот косяк, написали. Я его исправила. Я сделала верхние полукрестики. И у меня они стали крестиками. Видите, как они выпукло смотрятся. Эти вот в три нити еще китайская сборка. Там ниточки потолще, чем у американской сборки. Так выглядит рельефно, здорово. В общем, я даже вот повышевала в декабре вот эту часть забора пару дней. Но потом меня вот переклинило на другой проект, который я вышивала просто запоем целую, почти целую неделю. В общем, покажу я вам его чуть позже. Тоже вот этот маячок. В планах у меня вышить еще, сколько там их, по-моему, еще два. Два или три. Ну, у меня уже вышит маяк на рассвете, самый такой вот яркий. Вышит маяк, который с шармиком. И в пару к паруснику идет вот этот маяк. Ну, еще два точно. Буду вышивать их все, благо наборы у меня эти имеются. Еще один проект. Это хэллоуиновский проект. В этом году у меня их было меньше, но вот один остался у меня незавершенным. Тоже вышиваю я его с экрана. Может быть, из-за этого у меня такие вот какие-то, какой-то дискомфорт. Это дизайн коры и ботикоры итальянские. В общем, приятный процесс, очень приятный. Вышивался он у меня вот тоже на одном дыхании. Очень хорошо вышивать его, когда делаешь уроки с ребенком, потому что здесь вот все одним цветом, допустим, платье черным, все вышивалось и, в общем, никаких проблем. Вот так будет выглядеть работа вся. Да, она будет не маленькая, но тут она состоит из отдельных элементов. И они сами не очень большие, очень много не зашитого пространства. Да, называется проект «Каждая ведьма». Каждая ведьма любит хэллоуин и вышивку крестиком. Это да, это про меня. Ну и такие яркие цвета. Здесь по ключу идет ДМС. Им же я и вышиваю, ничего не меняла. Единственное, взяла основу. Это впервые я на ней вышиваю итальянский лен 35-го каунта. Он примерно соответствует вот 36-й каунт, в общем, 18-й аиде. Поэтому я вышиваю тоже в одну нить. Здесь, может быть, немножко, совсем немножко, вот на черных участках вы видите, что вот максимально я приближаю, что крестики светят. Ну, как бы вот такая вот прозрачность и эффект кружева появляется. Хотя вот здесь на оранжевых местах, на лице особо свечения этого не видно. Только вот на темных черных участках. Так, это я вам уже 4 процесса показала, да? Нет, 3. Пока что 3. Четвертый мой проект, проект от Эльзы Уильямс. Набор, который называется «Крытый мост». Я выну обложку, чтобы она вам не бликовала. Вот такой красивый душевный деревенский дизайн. Тем более здесь с рыбаками. Я люблю рыбалку. И ни разу я не вышивала наборы этого производителя. В общем, попробовать взяла. Захотелось не осенью, а осенних красок. Вот, чтобы как-то вот была синхронизация с тем, что я вышиваю. И поэтому я взяла и повышивала совсем немножко этот дизайн. Вышила я вот так же, что у меня тут хранится. Нитки еще я не перемотала на бобинки. Вот так вот, совсем немножко. Там вот, ну, вечерок посидела. Может быть, полтора вечера. Вот, здесь 14-я Аида молочного цвета. Размер работы будет, ну, не супер большим. 30 на 30 сантиметров. Что меня удивило, это размер полей. Посмотрите, они здесь, ну, минимальные. Даже вот меньше, чем у Димы, у Буцилы. Хотя там тоже очень экономно. Ну, 5 сантиметров точно нету. Очень маленький запас для полей. Ну, да ладно. Вышивать буду продолжать, конечно же. Ну, вот взяла, что называется, надкусить и попробовать. Такое тоже бывает. О, да. И давайте покажу я вам еще один дизайн Хэллоуин. Это опять Алиса Акниас. Это уже начинашка, как говорят, да, этого года. Тоже по схеме Ирен Хоррорс. Здесь такие вот черные кошки, летучие мышки, тыквы. В общем, всякие интересные атрибуты колдовства. Скляночки, баночки, свечи. Ну, и, конечно, вот смотрите, даже глазки в тарелке. В общем, такой интересный дизайн. С большим удовольствием я его начала, но потом тоже что-то вот на что-то отвлеклась. И опять же вышиваю с монитора, пусть и с программы ПМ, где все удобно и подсвечивается, и высвечивается. Ну, вот не хочется мне вот сидеть рядом с каким-то излучением. Это вот как раз пятый проект до этого года. То есть, получается, в семнадцатом году у меня пять проектов. В восемнадцатом тоже пять проектов. Это уже десять. Здесь я вам показала тоже пять проектов. Но вы думаете, это все? Нет. Все-таки у меня появился шестнадцатый процесс. Это процесс, который, вот знаете, загорелось, захотелось. Увидела я у подруги вышивальной рукодельницы купленный набор. Вот эту новинку. И захотела тоже. Вот так собезьяничала. Но очень понравился мне этот дедушка. Он мне нравился и на этапе, конечно, анонса. Но я как-то не собиралась его вот прямо сейчас покупать. Думаю, ну, купила оленей из этого выпуска, из новинок. Ну и ладно. Да, верить в Санту. Веришь в Санту. Очень мне нравится этот дизайн полностью. Мне нравится и рамка, и надпись, которая уравновешивает этот дизайн. Кто-то не хочет вышивать рамку, кто-то не будет вышивать надпись. Я ничего менять не собираюсь, потому что меня устраивает именно эта картинка. Вот то, что я увидела. Здесь, на мой взгляд, на мой вкус, все гармонично и все уравновешенно. Начала я ее 9 декабря. Да, наборчик я вам показывала. Я его заказала еще в ноябре, по-моему, да, в конце ноября. Ну, вот у меня был в работе сапог новогодний для мужа. Я его завершила успешно. Скоро покажу видео о готовой работе, и сшитой. И вот захотелось мне продолжить Новый год. Плюс я устала от синих красок, от синих цветов. И захотелось зелени. А зелени здесь очень много. И я поэтому с такой жадностью приступила к вышивке этой рамки. Я наслаждалась каждым зеленым крестиком. Ну, такое удовольствие. И елку я очень быстро вышила, вот этот венок. Пока у меня дедуля, вы видите, без бэкстича. Но он все равно прекрасен. Я к нему вот прикипела, привыкла. И нотки. Даже вот у меня была мысль, может быть, вместо крестиков здесь вот каждая нота, это крестик, обведенный бэком. У меня была мысль сделать французские узелки. Но я подумала, смотрите, вот здесь ягодки. Они идут тоже французские узелки в три нити. Если я сделаю их французскими узелками, внимание будет уже раздваиваться. То ли куда смотреть, на ноты, на ягоды, куда. Да, слишком много всего. Поэтому решила, что ноты это все-таки фон. И крестиками будет лучше. В общем, я всегда придерживаюсь мнения, что вот у Димы редко что нужно переделывать. Но вот это мое личное мнение. И лично я полностью разделяю вкусы дизайнеров. Мне нравится то, что они делают. Это классно. Поэтому никаких особых доработок их дизайны не требуют. В общем, с удовольствием я его вышиваю. Но сейчас в связи с тем, что порезала палец, сложновато мне стало протискивать сквозь восемнадцатую аиду. Она такая тоже твердоватенькая. Хотя вот в процессе стало помягче. Иголку больновато. И поэтому я сейчас вышиваю херетаж. Но я обязательно вернусь к этому дедульке. И хочу его, конечно, завершить в этом году. Но это такое желание, да, программа максимум. Видите, у него глазки здесь два синих крестика голубых. Больше этой нитки в этом дизайне такого цвета использоваться не будет. Покажи еще, чем меня удивил этот набор. Ну, мини Дима я вышивала много. У меня его много в арсенале. Но чтобы вот такая вот схема крупная. Посмотрите, ну вот сравните, да, дедушку и саму схему. Здесь просто схема, ну, для слепого. Вот обложка вам от мини-голда. Вы представляете, какой мини-голд. И вот как это в масштабах со схемой. Схема, конечно, крупная, приятная. Да, она полуглянцевая. Меня это нисколько не смущает, потому что я не зачеркиваю и особо под лампой не вышиваю. Она мне сильно не бликует. То есть я никакого дискомфорта не испытываю. Ну и классно, что ключ тоже на отдельном листе. Это тоже очень удобно. Обратите внимание, в ключе только крестики. Здесь нет полукреста. Абсолютно ни одного полукреста. Есть бленды. Есть здесь бэк. Есть французские узелки. И все. Никакого полукреста здесь нет. Тоже вот интересен этот дизайн. И этим, наверное, и примечателен. Так что вот, показала я все свои процессы. Получилось у меня в этом уходящем году их начато 6. Я очень надеюсь, что завершу этого дедушку. И войду в новый 2020 год тоже с немаленьким количеством процессов. 15 для процессов, я считаю, это немаленькая цифра. Ну да, у меня есть две малютки, которые можно закончить очень быстро. Есть какие-то дизайны вышитые наполовину, но есть и совсем только начтые. Поэтому это немало, да. Не буду ставить себе целью в 2020 году завершить их все. Но потихонечку буду вышивать. Вот знаете, на что у меня пойдет вдохновение. На что полетит, иголочка захочется, вот зазудит, какой дизайн вышивать. Тот я вышивать и буду. А больше никак себя вот принуждать и что-то заставлять вышивать не буду. Буду действовать по велению сердца. Ну, я думаю, и все мы тоже так действуем. Получаю удовольствие от своего хобби. Да, я забыла показать вам нитки из этого проекта. Посмотрите, какие они яркие. Это вот от дедушки. Их здесь очень много. Да, я их все перематываю на бобинки, потому что мне так удобнее в работе. Ну, правда, ниток очень много. И на органайзере было много. В общем, классный набор, очень здоровский. Я прям наслаждаюсь этой покупкой. И, в общем, буду его дошивать и уже радоваться, надеюсь, скоро готовому результату. И вам желаю тоже радоваться окончанию своих проектов без угрызения совести, с легким сердцем, начинать новые дизайны. Ну, если хочется, то почему бы и нет. И пусть процессов будет там у кого-то один, у кого-то пять, у кого-то двадцать пять. Это не важно, потому что мы все их любим. Ну, может быть, какие-то меньше, какие-то больше. Но обязательно будем стремиться к их завершению. И не забывая начинать еще что-то новенькое. А на этом я с вами прощаюсь. Желаю вам мега-вышивального и мега-новогоднего настроения. Творите красоту. Ну, а с вами была Светлана. До новых встреч в эфире. Пока, друзья.